День народного единства Один из самых молодых, но уже успевших завоевать популярность среди россиян праздников И в этом году на театральной площади Красноярска развернулись настоящие народные гуляния Площадки фестиваля живой истории пользовались большой популярностью у гостей праздника Взять в руки меч и проникнуться духом настоящего средневековья мог в этот день любой желающий Пусть меч и не настоящий, зато задора бойцам не занимать Это театральное, фактически театрализованное представление Оно не привязано к какой-то конкретной эпохе, а является бы просто некий такой собирательный образ Ну скажем так, богатыря, такого доброго молодца или красной девицы А вот здесь уже и ресталище как настоящее и оружие Участники клуба реконструкторов говорят, что меч, который держали в руках основатели нашего города казаки Весил не меньше двух килограммов Погружаемся в историю, смотрим, как это было в те времена, когда носили доспехи Когда решали все проблемы с помощью железа Ну, были люди ближе друг к другу, без интернета, без телефонов То есть, вот таким вот образом находим время с друг другом пообщаться Станислав Сокулин, всех с праздником, смотри молодежный форум Но не только воевали казаки, находилось время и для забав Одна из них – игра валенок По правилам игры его раскручивал водящий Задача остальных – успеть снять с него шапку, не пострадав от удара Казаки же не войны, они всегда тренируются Вот эти все пляски, как бы, вы уже заметили, казаки пляшут, да Они немножечко по-другому, как артисты пляшут Ножки присугнуты, все элементы пляски – это элементы рукопашного боя казачьего Поэтому любая пляска – это тренировка перед боем Посреди площади возвышался настоящий струк, на котором первые поселенцы покоряли величавый Енисей Рядом расположился чумы жилища народов Севера Каждый желающий мог примерить одежду северных племен Заглянуть в различные ремесленные мастерские На главной сцене в это время полным ходом шел праздничный концерт Лучшие фольклорные коллективы города радовали гостей разнообразием репертуара Гостей всех возрастов и национальностей объединил сибирский хоровод Он словно впитал в себя нежную и строгую красоту Сибири Унаследовав могучий темперамент русской души Я думаю, очень важно, чтобы сегодня наши земляки И вообще все россияне почувствовали особое чувство гордости За историю нашей страны, за историю многонационального народа, который живет в России Я сегодня с огромной радостью и чувством гордости поздравляю всех красноярцев Все жители края Благодарю их за их добрые дела, за их вклад в развитие нашей большой страны За их патриотизм и верность своему краю, верность России